Приветствуем вас на нашем канале. Здесь вы найдете самые полезные и интересные книги бесплатно. Подпишись и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. А еще каждую неделю мы дарим нашим подписчикам ценные подарки. Подробности смотрите в описании к ролику. Приятного прослушивания. Как вести себя уверенно во время деловых разговоров и публичных выступлений? Как убедить собеседника в своей правоте? Как манипулировать поведением оппонентов? Как перевести негативно настроенный диалог в позитивное русло? На эти и другие вопросы отвечает черная риторика, калейдоскоп коммуникационных стратегий и приемов. Черная риторика неисчерпаема и не признает границ. Желание не упустить из рук поставленную цель – вот главная сила, движущая умелыми мастерами слова. Научитесь нарушать правила. Не бойтесь использовать собственные чувства и эмоции собеседников. Задействуйте силу убеждения и внушения. Тренируйте в себе умение вести спор, и вы непременно добьетесь успеха. Предисловие. Риторика, безусловно, понятие широкое и всем известное. Это и красноречие, и филологическая дисциплина, включающая в себя правила построения устной речи. Но понимание риторики как искусство красивого и правильного, со всеми нормами и правилами языка, говорения, уходит на второй план. В современном мире человек все больше ассоциирует искусство коммуникации с умением четко аргументировать свои мысли, отстаивать свои идеи в спорах, убеждать собеседника в своей правоте и, более того, оказывать влияние на слушающих. Действительно, талант убеждения и расположение других при помощи речи – это залог успеха. Ярко, уверенно говорить на публике – навык, необходимый каждому специалисту в любой профессиональной сфере. Наша речь – это океан возможностей. Но едва ли мы используем весь свой багаж знаний и умений? Замечали ли вы когда-нибудь, что при разговоре один из собеседников неожиданно для вас привел вас к согласию с его точкой зрения, с которой вы бы до этого ни за что бы не согласились? Метко, убедительно и вызывая в вас бурю эмоций. Будьте уверены – это черный ритор. Черная риторика, термин, предложенный Карстеном Брэдемайером, как нельзя лучше описывает те самые возможности и технологии общения с людьми, которые не просто строятся на правилах классической риторики. Черная риторика включает в себя и манипуляции, и психологические техники воздействия – от улыбки до колкого оскорбления – все возможное на пути к достижению поставленных целей. Эта книга познакомит вас со всеми тонкостями черной риторики, ее темными хитростями и ухищрениями, которые вы сможете использовать в общении с людьми. Если же девиз «Для достижения цели все средства хороши» не про вас, то вы научитесь распознавать черных риторов и держаться собственных позиций при ведении вербальных войн. Коммуникации – это тонкие нити, подвластные истинным мастерам риторики. Глава первая. Риторика. Зачем она нужна? От риторики до рабулистики – искусство изощренной аргументации. Сменяются эпохи, развивается культура, но одно остается неизменным – сила слова. Со времен Древней Греции красноречие считалось необходимым навыком любого горожанина. Что говорить о политиках, философах и военных деятелях? Те отличались особым умением убеждать толпу и вести ее за собой. Уже в те времена слово становилось действием, делом, и появлялись особые профессии – риторы, логографы, подобные нынешним тренерам ораторского мастерства. Так риторика стала учебной дисциплиной, частью развивающихся наук в области языка. Сейчас риторику воспринимают в более широком смысле, как некий набор техник, особых знаний, которые человек использует в повседневном и деловом общении. Те же греки считали, что убедить слушателей – это главное в публичном выступлении. В этом случае речь идет о диалектике – способности не просто вести диалог, но и в итоге убедить в своей правоте собеседника. Высшим мастерством являлась эристика – искусство ведения спора. И если диалектика имела цель достичь в дискуссии взаимопонимания и некоего общего знания, то в эристике главное – принципиальная, однозначная победа спорящего. Эристика вновь набирает популярность, в ее основе лежит умение аргументированно вести диалог, а также, и здесь есть сходство с черной риторикой, использовать слабые стороны собеседника. Более подробно о методах ведения спора мы расскажем в отдельной главе. Все ближе подбираясь к черной риторике, нельзя не упомянуть о рабулистике. Не зря ее именуют искусством изощренной аргументации. Рабулистика – это тоже ведение диалога, но с использованием заведомо ложных доводов, психологических трюков, провокаций, нацеленных на эмоциональную реакцию собеседника. На современном этапе общество высочайшей культуры вновь ставит на первый план человека мыслящего и, несомненно, говорящего. Мир маркетинга стремительно развивается, успех зависит от скорости реакции на происходящее. Но кто создает этот мир? Не только руководители, коммерческие директоры ведущих компаний, но и маркетологи, пиарщики, бизнес-тренеры, успешный результат работы которых – это в первую очередь итог грамотного использования методов и приемов риторики. Более того, пальма первенства, к примеру, в бизнес-войнах, будет отдана тому, кто, несмотря на возможное обвинение, выступит в адрес соперника резким и даже оскорбляющим комментариям, например, в средствах массовой информации. Так работает реклама, используя средства риторики, приемы ее темной стороны. Такая риторика и в подобных масштабах, будь то погоня компаний за прибылью или, скажем, выступление партий в политических дебатах, давно признана и естественна. Но возможно ли использование риторики, которая строится на манипуляциях и порой нечестных аргументах, в повседневном и деловом общении? Карстен Брэдемайер, известный в Германии коуч-консультант, отвечает на это однозначным «да». Если соединить все приемы риторики, эристики, диалектики и рабулистики, то в результате мы получаем ту самую темную магию слова – черную риторику. Сейчас Брэдемайер является главным популяризатором техник и методик такой риторики. И нельзя с ним не согласиться в том, что правильно продуманное использование языковых средств и приемов черной риторики может привести собеседника или же публику к нужному для нас решению, а нас, соответственно, к успеху. Язык мой, друг мой. Прежде чем мы приступим непосредственно к рассмотрению черной риторики, необходимо усвоить некоторые простые истины. Язык – это важная составляющая нашего имиджа, собственного стиля. Язык – самое легкое средство коммуникации. Но манипулировать возможностями языка следует тонко, а в некоторых случаях – аккуратно. За обращениями и требованиями следуют действия. Важно помнить, что любое высказывание уже может быть действием. Суждения и оценки инициируют поступки. В этом случае язык является мотивацией для других людей и для самого говорящего. Словом можно подменить действия. И это не только о преднамеренной лжи. Это касается обещаний, которые, в свою очередь, могут быть выполнены, а могут так и остаться лишь высказанными. Речь может преподнести поступок в разных оценках. Под свои поступки мы можем предложить языковой балласт. Это срабатывает по отношению и к уже совершенным действиям, и к планируемым. Внутренний голос – это тоже речь, которая определяет законность наших действий. Мы сами решаем, должны мы или нет совершать те или иные поступки. Опасна ли черная риторика? Когда мы говорим, нам хочется быть на высоте. Мы хотим, чтобы нас слушали не перебивая и принимали нашу точку зрения. И это возможно в тесном кругу друзей или же в коллективе, где вы зарекомендовали себя и где имеете доверие. Но как часто мы сталкиваемся с трудностями при общении с людьми, с которыми точек соприкосновения нет, а выстраивание диалога просто необходимо. Сила черной риторики как раз и заключается в том, чтобы говорящий смог при любых условиях и обстоятельствах быть в выигрыше. Для этого нужно использовать все возможные вербальные и невербальные инструменты – сигналы поведения, самоиронию, нотки лицемерия, наигранности. Многие тренеры риторики на своих семинарах пропагандируют доверительный и открытый диалог, построенный на толерантности. Однако практика показывает, что такая система не работает. В особенности это касается профессиональных вопросов. Зачастую нам приходится добиваться во всех смыслах нужного умозаключения от собеседника. Невозможно построить дискуссию исключительно на объективных и достоверных фактах. Для того, чтобы подвести человека к решению изначально чуждому для него потребуется немало манипуляций, аргументаций и уловок. И такой подход далек от представлений классической риторики, не правда ли? Однако все языковые средства и невербальные техники сами по себе нейтральны. И лишь при различных обстоятельствах коммуникации они окрашиваются в темный или светлый. При ведении переговоров по рабочим вопросам риторика чаще уходит в черный цвет. Прежде всего, мы ставим цель. А в достижении цели, как известно, все средства хороши. Сможете ли вы склонить клиента, осторожного и щепетильного, к подписанию контракта, опираясь исключительно на вежливость, правила этикета и стандартную схему вопрос-ответ? Скорее всего, нет. Придется целенаправленно нарушать правила, ход разговора и мысли оппонента, чтобы преимущество было на вашей стороне. В этом суть искусства словесной атаки. И все-таки черный не значит негативный. Черная риторика не злая риторика. Это скорее изнаночная, другая сторона привычных правил коммуникативной игры. Изучив приемы черной риторики, вы сможете отработать их на практике в тех случаях, которые вы сами посчитаете уместными. Напоминаем вам, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые книги. Глава 2. Черная риторика, как она есть. Основные правила. Три кита-риторики. Условно можно выделить трех китов, на которых держится классическая риторика убеждения. Кит 1. Убедительная речь. Простая и точная. Говорящий должен излагать мысли быстро и понятно. Мысль, в свою очередь, содержит в себе заявление, послание или же побуждение к действию. Для закрепления главной мысли в умах слушающих, говорящий не пренебрегает ее повторением. Кит 2. Говорящий держится четких границ «да» или «нет». В таком случае собеседник или публика придут к нужному умозаключению быстрее, так как необходимость выбора будет максимально сужена. Если нужно, то говорящий исключает промежуточные варианты, приводя четкие аргументы. Кит 3. Говорящий не сможет быть убедительным, только лишь отбиваясь ответами на вопросы или опровержениями доводов слушающих или оппонентов. В таком случае говорящему нужно вывести публику на эмоции, максимально возражая, чтобы монолог превратился в активную дискуссию. Это три кита. Три основных правила риторики. Это действенные методики, работающие на результат. Однако черные риторы зачастую ломают стереотипы, нарушают установленные нормы ведения переговоров, привычный ход коммуникации. Они способны ради итогового результата путать следы, подписывая договоры и тут же их разрывая. Конструктивные разговоры резко прерываются, что приводит публику в замешательство. Такой ритор будет стараться запутать, провоцировать, уводить как можно дальше от своей истинной мотивации. Черная риторика – это настоящий театр со своей философией, чувствами, эмоциями и, конечно же, аплодисментами в конце. Приступим к изучению основных правил черной риторики. Правило «Я». Для того, чтобы быть уверенным в себе ритором, бесспорно нужно быть гибкой личностью. При этом личность складывается из двух основ. Созданный самим человеком образ и наличие тех, кто дает оценку этому образу. Когда мы общаемся с другими, мы стараемся соответствовать созданным рамкам, боимся отказаться от себя самого. Но только дело касается оценки личности, человек начинает прятаться под маской придуманной роли. Наличие страха быть неверно оцененным мгновенно делает личность бездвижной, негибкой. Одним из способов спрятать себя самого является использование неопределенных посланий. Это такие речевые конструкции, где нет конкретного персонажа. А вот кто-то устроился на хорошую работу, у кого-то в 30 лет двое детей и прочее. При таком посыле говорящий не высказывает ни согласия с высказанным и тем более не идентифицирует себя с этим кем-то. Более того, диалог становится неинтересным, ведь на самом деле говорящий полностью уходит от него, его личные чувства скрываются за фасадом неопределенных посланий. Еще хуже, если говорящий высказывается о себе в третьем лице. Таким образом, он занимает позицию нейтрального повествователя. Говорящий обезличен, стерт. Будьте внимательны к этим неопределенным посланиям, вычеркивайте их из своего разговора. Не надо прятаться. Жалуйтесь. Когда вы говорите «я устал, у меня нет карьерного роста, мне 30 и у меня нет семьи и детей», вы в 99% случаев услышите слова подбадривания. Кто-то даст дельный совет, а кто-то вообще откликнется с конкретной помощью, и вы будете в плюсе. Неопределенные послания не найдут отклика у публики, потому что им будет казаться, что вам в общем-то все равно. Вам хорошо и без карьеры, и без детей. Если на деловых встречах, выступлениях вам все-таки тяжело вести речь от первого лица, попробуйте такую схему. Вы начинаете свое выступление в форме ответов на выдуманные вопросы выдуманного начальника или коллеги. Например, «Что я думаю о сокращении штата сотрудников?» «Я проработал семь лет в нашей компании и считаю, что…» и так далее. Коммуникация – это самовыражение. Если вы вовсе стираете себя в диалоге, то собеседник не видит в вас индивидуальность и уж тем более никогда не решит, что у вас с ним могут быть схожие взгляды. Итог? Минус один союзник в делах. Итак, технодействие. Обратная связь. Открытая дискуссия. Мы – послание. Маскируют «я», но не стирают его полностью. Акцентируют действие на общий результат. Располагают к обсуждениям, живым дискуссиям. Подчеркивают общность партнеров. Ты – послание. Требуют и апеллируют. Ставят к стенке, заставляя принять решение. Провоцируют давать объяснение и оправдание. Предоставляют в нужных случаях ответственность другому. Здоровая самоирония. Что мы имеем в виду? Быть серьезным – хорошо, но перегибать палку в этом не стоит. Согласитесь, крайне тяжело вести переговоры с человеком, излишне зацикленным на своем положении, сосредоточенным, негибким. Общение с такими людьми становится тяжелым, медленным и, в конце концов, может зайти в тупик. Способность пошутить, в том числе и над собой, является признаком живого, умного собеседника. При этом самоирония – достаточно сложная штука. Нужно суметь пошутить так, чтобы слушающий не увидел в этом укол в свой адрес и тем более не разглядел в вашей самоиронии наигранность. Если самоирония прозвучит как фальш, это будет означать одно – вы вновь отгородились от собеседника, что для мастера красноречия недопустимо. Одна неосторожная фраза – и вы в коммуникативной ловушке. При ответственных моментах, когда вам высказывают замечания или упреки, самоирония неуместна. Наоборот, нужны прямые, но позитивные ответы. Также старайтесь не повторять в ответе высказанный вам упрек. Так вы только закрепите его в уме собеседника. Например, «Компания терпит убытки из-за вашей невнимательности». Ответы «Я здесь ни при чем, такого не может быть» или «Я не виноват» только усугубят ваше положение в глазах оппонента. Более уместным будет ответ «При мне компания достигла пика успеха, сейчас временные трудности». Но при нарастающем споре избегайте иронии и самоиронии. Грамотная самоирония стала прогрессом в рекламе широко известных брендов, ведь шутки привлекают аудиторию. Так и для отдельно взятого человека самоирония при деловом общении – это удачный коммуникативный прием. Самоирония – черта гибких, но при этом стойких людей. Бытует мнение, что с людьми без чувства юмора вовсе не стоит начинать деловых отношений. И еще один маленький совет. Никогда не смейтесь первым над своей шуткой. Да будет ложь. Как воспринимает сказанную информацию человек? Он слушает. И слушает он ее на трех уровнях – активно, внимательно, аналитически. Бывает и так, что какой-то уровень отключен при восприятии услышанного. Активно слушать – это значит реагировать. То есть, когда собеседник, вербально или невербально, используя сигналы, демонстрирует вам свою заинтересованность и понимание. Внимательно слушает тот, кто сосредоточенно вникает в каждое слово и не пропускает мелочей. Аналитически слушают те, кто старается раскопать истинный смысл сказанного, скрытые цели говорящего, то есть читает между строк. Как использовать эти три канала восприятия, чтобы сделать речь максимально убедительной? Первое. Во время разговора, выступления необходим постоянный визуальный контакт с публикой или собеседником. Как только вы закончили свою речь, отведите взгляд. Так вы не дадите шанса людям засомневаться в правдивости ваших слов. Второе. Перед ответственным выступлением тренируйтесь у зеркала. Это необходимо для того, чтобы выработать гармоничную осанку, продумать жесты и мимику. Неконтролируемые жесты выдадут в вас скованность и нерешительность. Сила воздействия на слушающих снизится. Затянутые паузы, вздохи недопустимы, так же, как и излишняя суета. Иначе аудитория будет думать, что вы и сами не уверены в своих словах. Третье. Фразы должны быть четкими и точными. Это касается основных идей вашей речи. Говорите громко, чтобы главные аргументы были понятны аудитории. Делайте паузы в особенно загруженных и сложных для восприятия отрезках речи. Публика не только будет лучше воспринимать услышанное, но и поймет, что вы даете ей время подумать. Четвертое. Избегайте излишних подробностей, разъяснений. Это может прозвучать как оправдание, проявление вашей личной неуверенности. Негативную информацию пропускайте вперед. Позитивный вариант замыкает фразу. Это второй кит риторики. Правило «да» или «нет». Пятое. Не прибегайте к лесте. Какая прекрасная публика сегодня собралась. Аудитория, в свою очередь, может усомниться в вашей компетенции и честности. Еще один совет. Не упускайте инициативу. При любых обстоятельствах умейте постоять за себя. Для этого всегда нужно иметь в запасе пару продуманных вариантов реакции. Это должны быть достойные ответы. И никогда не молчите. Если вас перебивают, позвольте я вкратце и понятно объясню прозвучавшие слова. Спокойно верните право голоса себе. Спасибо, но я как раз завершаю свое выступление, и хотелось бы резюмировать в трех словах. И так далее. Эти же приемы действуют с точностью да наоборот, когда вы находитесь в роли слушающего. Если вы хотите удостовериться в правдивости услышанной вами информации, то смело задавайте вопросы, уточняйте. Допустимо и прямо потребовать разъяснений. Если ситуация критическая, говорите прямо, что не верите собеседнику, при этом приводите аргументы. Заявите. Это неправда. Так вы введете говорящего в тупик. Можете с удовольствием понаблюдать, как он будет стараться выйти из этой ситуации. Поменяйтесь ролями. Окажись я на вашем месте, вы бы мне поверили? Наблюдайте за манерой речи говорящего. Запоминайте сделанные вами выводы, которые вы в дальнейшем сможете использовать в высказываниях относительно несостоятельности собеседника. Стоит ли всегда придерживаться правды? В одном американском фильме «Изобретение лжи» показан обычный человеческий мир, но при этом он абсолютно фантастичен. Это мир, в котором люди никогда не знали, что такое ложь. Вместо рекламы – сухие объявления с характеристиками товаров. На свиданиях молодые люди говорят друг другу в глаза только правду. «Киноиндустрия» занимается созданием фильмов-лекций об исторических событиях. Мир, мягко говоря, неинтересный, серый, скучный. Но после того, как главный герой впервые произносит ложь, за ней вторую, третью, мир начинает меняться. Жизнь окружающих его людей заиграла красками. Ложь только лишь одного человека изменила жизнь всей планеты. Это, конечно, утопия, выдумка, но представить наше общение безо лжи, без какой-то недосказанности и уловок, просто невозможно. Ментеология – наука о лжи. Да, есть и такая. Утверждает, что умение врать является генетически присущей человеку функцией. А прогресс напрямую связан с ложью, так как ложь, в свою очередь, есть проявление интеллекта и воображения. Мы не убеждаем вас врать всем подряд. Мы говорим об умении остроумно и находчиво использовать правду и полуправду в своей речи. Неаккуратное использование лжи может навредить. В таком случае, если вас раскусили, необходимо суметь перевести все в шутку или розыгрыш. Или используйте формулировки «Наверное, мы друг друга не поняли». Или «Я неправильно выразился, вот что я имел в виду». И так далее. Ложь бывает разная. Поэкспериментируйте. Составьте список вашей личной лжи, сказанной за день, используя предложенный классификатор. Глупая ложь. Полуправда. Розыгрыш. Умышленная неправда. Вынужденная неправда. Ложь во спасение. Целенаправленное сокрытие истины. Маленькая ложь. Проверьте себя, как часто вы прибегаете ко лжи. Подумайте, как часто сказанная неправда приносит негативные последствия в вашу жизнь. Какая ложь уместна, а какую стоит исключить. Запомните, что не стоит тратить время на совершенствование способности врать. Делайте акцент на способности убеждать, ведь при этом вы используете те же самые приемы. Используйте двусмысленные фразы. Корректируйте правду, ведь прямолинейность в речи давно изжила себя. Честный всегда остается в дураках. Избегайте конфликта. В профессиональной деятельности необходимо держаться субординацией с коллегами и начальством. Суметь выйти из конфликтной ситуации, не потеряв своих позиций, достаточно сложно. Черная риторика предлагает в этом случае трехуровневую технику предотвращения конфликта. Первый уровень. При ситуации, когда разговор уходит от основной темы и собеседники начинают переходить на обоюдные вербальные атаки, ваши действия должны быть следующими. Шаг первый. Вы незамедлительно и прямолинейно заявляете, что данные словесные перепалки не являются основной темой разговора, и подобные обсуждения не ведут к поставленным задачам. Давайте вернемся к теме нашего разговора. Не будем уходить от заявленной цели. Невербальное действие. Пристально смотрите на адресата. Шаг второй. Буквально врезаетесь в разговор, озвучивая главную тему, то есть переводите несущественные разговоры в нужное русло. Итак, наша проблема – продажи новой линии продукции. Невербальное действие. Переводите взгляд на другого участника дискуссии. Шаг третий. Выдерживаете паузу и продолжаете вести разговор, желательно поставив вопрос, тем самым привлекаете внимание остальных собеседников. Я уже озвучил причины низких продаж. Ваши предложения по улучшению сбыта. Невербальное действие. Пристально смотрите на участника разговора, тем самым он становится адресатом. В таком случае вы владеете инициативой. Ваши действия как бы говорят. Есть возражения? Второй уровень. Если полемика, несмотря на ваши речевые действия, остается малоконструктивной, необходимо переходить в эмоциональную плоскость. Используйте невербальные действия. Резко встаете с места, ходите по кабинету, откидываетесь на спинку стула. Фраза может быть достаточно жесткой. О чем вообще разговор? К чему вы сейчас это сказали? Адресат в большинстве случаев начнет оправдываться, а за неимением доводов вернется к разговору по существу. Третий уровень. Ситуация дошла до точки кипения. В таком случае, пренебрегая деловой и эмоциональной плоскостями, вы можете начать открытый конфликт. Ваше поведение может просто удивить собеседников. Здесь необходимо использовать «ты» послание, уже обращаясь к конкретным лицам. Вы говорите не по существу. Проанализируйте обстановку. Если вы точно знаете, что конфликт неизбежен и последствия не сыграют вам на руку, то лучше остановиться на «мы» посланиях. Мы все дальше уходим от поставленного вопроса. Думаю, нам стоит прекратить эту бессмысленную дискуссию. Извинения приняты. Публичное раскаяние – весьма хитрый ход известных медийных или политических лиц. Вроде бы обычные извинения превращаются в театральное действие. Публика с удовольствием слушает тщательно продуманные речи, в итоге принимает сказанное и успокаивается. Сценарий извинения обычно идет по двум путям. Либо нарушивший понесет наказание, либо каким-то образом свою вину загладит – действием или словом. Когда в ваш адрес звучит жесткий упрек, а за ним следует мягкое «извините», произнесенное ранее не исчезает, а еще долго живет в памяти. То же касается и вас самих. Старайтесь как можно меньше говорить так, чтобы потом пришлось извиняться, потому что подобное «извините» нисколько не вернет вашу репутацию, возможно, даже усугубит положение. Другая знакомая всем ситуация – когда мы слышим «извините, но я вас перебью». В этом случае мы привыкли спокойно выслушивать, уступая инициативу в разговоре. Черные ритеры не допускают подобного. Рекомендуемые варианты ответа в таких случаях. Теплый. Ничего страшного, но вот что я еще хотел бы добавить. Холодный. Нет, я договорю. Неожиданный. А почему вы извиняетесь за свои осознанные действия? Как заставить собеседника кивать в ответ? Вовлечение собеседника в разговор бывает достаточно сложным процессом. Пренебрегать этим не стоит. Если у вас не получается сделать так, чтобы адресат прямо реагировал на ваши слова, то почему бы не заставить его хотя бы кивать в ответ? Предлагаем вам простые методы, как привлечь внимание слушателей. Обращайтесь к собеседникам по имени. Прозвучавшее в начале фразы имя привлекает внимание, а если обращение задействовать в конце, оно непременно вызовет кивок. Пытайтесь задействовать в своей речи мнение собеседника. Таким образом, вы сможете добиться внимания и включения в диалог адресата. Например, «Александр, это как раз то, о чем вы сами говорили нам на прошлой неделе, не так ли?» Используйте речевые конструкции, нацеленные на общность разговора. Например, «Это известно каждому из нас». Или «Каждый хоть раз сталкивался с такой проблемой». Публика отреагирует на ваши слова, одобрительно кивая. Используйте визуальный контакт. Он эффективен не только для расположения публики лично к вам. Смотрите в глаза одному из адресатов, пока не закончите фразу. Последующая пауза, если не заставит заговорить, то хотя бы вынудит собеседника кивнуть вам в ответ. Будьте внимательным. Для того, чтобы укрепить позиции и расположить к себе аудиторию, постарайтесь выделять лично каждого. Так вы точно привлечете внимание слушающих. Например, «Александр, вы как профессионал в этой сфере, со мной, конечно же, согласитесь в том, что…» Подключайте память слушающих. Можно, конечно, использовать старую схему «Представьте себе такую ситуацию». Но публика зачастую сразу же отключает свое внимание, не пытаясь задействовать воображение. Для получения ответной реакции более эффективно обращение к общему опыту. Например, «Уважаемые коллеги, помните в прошлом квартале…» Согласитесь, такая ситуация нам всем знакома. Мотивируйте. Используя визуальный контакт и призыв, обращайтесь к слушающим. Например, «Используйте этот шанс. Не надо опускать руки. Действуйте». Так вы не только получите кивок согласия в знак благодарности, но и мотивируете собеседника на действия. Глава третья. Стратегии и техники черной риторики. Уловки и провокации от мастеров черной риторики. Давайте рассмотрим самые хитроумные уловки черной риторики, чтобы вы могли их распознать в разговоре или же взять на вооружение. Из следующих элементов складывается общая стратегия черного ритора. Элемент первый. Замечания, способные задеть эмоцию, вызвать недовольство собеседника. Прежде чем быть уверенным на 100% в употреблении фраз, задевающих конкретного человека, оцените иерархию. То есть учитывайте границу дозволенного. Например, издевательство по отношению к генеральному директору вряд ли будет уместным. Элемент второй. Умение пойти на уступки. Если ситуация вышла из-под контроля и преимущество явно не на вашей стороне, необходимо выдержать паузу. Пусть недовольство будет расти, тем ценнее будет ваш белый флаг. И так вы сдаетесь, если в вашу сторону были словесные нападки, и вы реагировали на них жестко. Вы попали под огонь критики негативно настроенной аудитории. Вы проиграли, потеряли авторитет. В противниках достаточно сильная оппозиция. То есть вы тактично признаете свои промахи, соглашаетесь с замечаниями. Аудитория довольна, вы мягко продолжаете дискуссию. При этом используете речевые обороты с удобрением критики, резкого поведения соперников. Спасибо за настойчивость с вашей стороны. Как хорошо, что у нас столько интересных мнений. Элемент третий. Казаться, а не быть. Важно суметь не только преподнести свои слова и мысли. Нужно как бы слиться со своими знаниями. Если вы говорите о чем-то, что знаете не очень хорошо, то об этом никто не должен догадываться. Вкладывайте в речь свою харизму, авторитет. Элемент четвертый. Борьба со страхами. Вы проиграете переговоры, если испытываете неприязнь к публичным выступлениям вообще. Боитесь что-либо потерять. Боитесь сказать себе правду. Боитесь обстоятельств. Чтобы справиться со страхом, отрабатывайте сложные моменты заранее. Тренируйте общение с людьми. Если чего-то боишься, нужно просто посмотреть своему страху в глаза. Поражения рождаются в голове. Если вы ожидаете проигрыша, так и будет. И это поражение будет жить у вас в памяти всегда. Один проигрыш – незакономерность. Проигрывает тот, кто признает поражение. Элемент пятый. Блеф. Рискуйте, если оно того стоит. Инициативу в руки можете взять только вы. Ни один противник не предложит вам свои карты. Старайтесь доказать, что ваша выгода полезна и ему. Приводите аргументы. Успешная аргументация, когда вы блефуете, осуществляется в три шага. Шаг первый. Вслух прокомментируйте все аргументы противника, спокойно изучите поведение. Шаг второй. Умышленно приведите неизвестные собеседнику обстоятельства, преувеличьте ужас последствий. Шаг третий. Приводите собственные аргументы обескураженному оппоненту, доказывая, что игра на ваших условиях гораздо безопаснее. Элемент шестой. Молчание. Попробуйте как-нибудь промолчать в ответ. Собеседник от неловкости либо выскажет лишнего, либо согласится с вашими ранее сказанными доводами. Это такой элемент коммуникации, овладеть которым кажется проще всего. Однако молчание интерпретируется по-разному в разных условиях. Пользуйтесь им осторожно. Собеседник может отреагировать на молчание как на частичное согласие с вашей стороны, аргумент, на который трудно возразить, решающий окончательный ответ. Элемент седьмой. Начало равняется концу. Если вы придерживаетесь одного мнения, то начинайте и заканчивайте речь, высказывая его. Помните, что с каждым повторением растет уверенность в том, что адресат согласится с вами. Используйте формулировки, как я сказал ранее, при этом обращайте внимание на тот факт, что вы не одиноки в своем мнении. Не только я уверен в данном вопросе, но и весь отдел поддержит меня. Также можно ссылаться на статистику, оперировать данными исследований, отзывами клиентов. Вы видели вчерашние новости, где говорилось как раз о том, что... Элемент восьмой. Аналогия. Использовать аналогии нужно осторожно, ведь вас могут уличить в псевдоаргументации. Внимательные слушатели заметят отсутствие причинно-следственных связей, но рискнуть можно. Вы обвиняете банки в том, что они обманывают вкладчиков? В этом случае можете прямо объявить каждого вкладчика недееспособным. Элемент девятый. Страх неизбежности. Когда вы защищаете свои аргументы, необходимо запугать участников разговора. Если мы не достроим эти дома, то сколько семей останется без крыши над головой? Сколько будет высказано недовольство застройщикам? При этом вы объясняете, что последствий можно избежать, перечисляете положительные результаты, предлагаете сценарий. Но не исключаете компромисса. Элемент десятый. Черная дыра. Также вызываете страх у публики, только как можно больше накручиваете глобальных, катастрофических последствий. Мы тратим деньги на рекламу нового товара, уходим от привычного рынка. От нас последовательно отворачиваются другие закупщики. Позиции теряем. Цену придется увеличить, а тогда мы точно останемся без покупателей. В итоге мы даже не сможем перепродать бизнес. Элемент одиннадцатый. Уловки при помощи статистики, несуществующих авторитетных мнений и иностранных слов. Вы приводите ложные статистические сведения для укрепления своих позиций, приводите научные работы, авторов теорий, специальные термины и иностранные слова для подтверждения сказанного вами. Но будьте осторожны. Нужно быть готовым к возникающим вопросам от особо внимательных слушателей. Элемент двенадцатый. Призыв к очевидному. Такие уловки срабатывают, но не всегда. Это те аргументы, которые прибегают к общим знаниям, общепринятым нормам, некоему здравому смыслу. Фразы типа «Уже доказано давно, что…» «Это знает каждый». Но на самом деле зачастую это самые несостоятельные аргументы. Поэтому использование таких уловок при ответственной деловой встрече будет, скорее всего, не лучшей идеей. Элемент тринадцатый. Демагогия, то есть не содержащая важной и полезной информации и рассуждения. Если вы однажды решите, что теряете способность мыслить и развивать конструктивно мысль, то подумайте, а не используется ли в вашу сторону демагогия? Пресечь ее можно, используя трехуровневую технику черной риторики, которую мы рассматривали ранее. Элемент четырнадцатый. Игра слов, каламбуры. Они ориентированы на то, чтобы вызвать эмоции у слушающих. Ритор, который владеет этим приемом, имеет легкий стиль общения, чем подкупает аудиторию. Игра слов не убирает соперника из разговора. Она воздействует на беседу, делает ее интеллектуально высокой. Такой метод ведения дискуссии строится на замене слов, похожих по звучанию, на ассоциациях, словесных и образных, на специальном искажении слов, на оговорках, которые на самом деле не оговорки, на двусмысленностях и перепутывании слов. Сила вопросов. Вопрос — это довольно гибкий речевой инструмент. Вопросы могут провоцировать, вызывать интерес, наладить общение или же наоборот, испортить контакт с собеседником. С помощью вопросов вы можете выяснять какую-либо информацию, а также мотивировать, поддерживать аудиторию, внушать, требовать. Поверьте, правильно поставленный вопрос — настоящее оружие. Первое, что нужно исключить из своей речи, это бессмысленные вопросы. Это те вопросы, на которые вы сами уже знаете ответ, но зачем-то их используете, заполняя паузы и оттягивая конструктивный диалог. Такое поведение не только загоняет в тупик, но и выдает в вас слабого собеседника. Это также и те вопросы, которые даже не требуют ответной реакции, например, «Вы за кого меня принимаете?» К группе бессмысленных вопросов относятся и те, которые являются встречными. Например, «Мы вынуждены вам отказать, вы нам не подходите». Почему? Вы уверены? Такие вопросы усугубляют положение. Это все те вопросы, которые заданы после негативных высказываний в сторону конкретной личности или же работы предприятия. Более того, такие вопросы зачастую вызывают такие потоки красноречия, после которых только и хочется, что провалиться сквозь землю. Хороший вопрос нацелен на рассуждение собеседника. Он продолжает диалог в конструктивном ключе. Ответ на него даст вам нужную информацию. Умный вопрос дает преимущество, ведь в таком случае тему задает спрашивающий. Наша речь — это признание нашего интеллекта. Использование бессмысленных вопросов может вызвать сомнения у аудитории в умственных способностях говорящего. Несколько простых правил. Не задавайте вопросов, касающихся личных достоинств собеседника, и тем более тех вопросов, которые могут их как-то задеть. Научитесь различать вопросы. Есть вопросы содержательные, те, которые вы задаете тогда, когда вам непосредственно нужна информация и вы ждете ответа. И доминирующие — вопросы, которые помогают уводить разговор в нужную для вас сторону. Используйте вопросы, которые помогут восполнить нужную информацию и исключайте избыточные, приводящие к пустым рассуждениям. Итак, виды вопросов. Две группы вопросов. Открытые-закрытые и прямые-косвенные. Самое главное преимущество открытых вопросов в том, что собеседник сможет развернуто дать ответ, не ограничиваясь «да» или «нет». Плюс ко всему, если вы задаете открытый вопрос, собеседник включается в разговор, раскрывается его поведение и красноречие. Используйте вопросительные слова «когда», «где», «как», «почему». Открытые вопросы могут быть позитивными. Почему вы обратились именно к нам? Расскажите, пожалуйста, в каком направлении, по вашему мнению, необходимо развиваться компании. Мастера черной риторики, однако, считают, что открытые вопросы можно и нужно использовать для манипулирования оппонентами. Для этого необходимо взять на вооружение негативные открытые вопросы, которые своей целью преследуют вызвать противоречия у собеседника. Также его можно вывести из равновесия, он начнет оправдываться и в конце концов уйдет в области, в которых некомпетентен. Таким образом, если вам это нужно, вы последовательно уведете его от первоначального предмета разговора. Пример. Расскажите подробнее об этой стратегии. Тем более, насколько мне известно, подобный путь развития привел к разорению большинство компаний. Но если вы замечаете, что последующие оправдания излишни, блокируйте их, держите инициативу и ведите разговор в нужное русло. Закрытые вопросы, в свою очередь, стараются ограничить поток слов собеседника, выделить отдельное высказывание. Что касается цели негативного характера, то закрытый вопрос может вынудить дать необходимый ответ, признаться в чем-либо, как говорится, прижать к стенке. Также подобный вопрос способен привести собеседника к неправильным выводам, что играет на руку тому, кто его задал. В первую очередь, это вопросы, требующие ответов «да» или «нет». Позитивные варианты. Вы разработали бюджет на месяц. Собеседник в ответ может четко обозначить свою позицию. Он констатирует факт, действие. И негативный вариант постановки вопроса. Так значит, вы разработали бюджет на месяц, однако расходы на рекламу не учли? Вторая группа закрытых вопросов. Вопросы, которые задают с целью получить какую-либо информацию. Позитивный. Сколько лет вы работаете в этой сфере? Предполагается, что вопрос задан, чтобы восполнить недостаток информации. Негативный вариант звучит так же. Сколько лет вы работаете в этой сфере? Предполагается, что задающий знает ответ и перед ним новичок. В данном случае прием черной риторики использован с целью загнать собеседника в невыгодное положение. Практика черных риторов показывает, что разговор лучше начинать с закрытых вопросов. При этом наличие известной информации о собеседнике нужно использовать максимально для собственного преимущества, пусть и выставляя оппонента в невыгодном для него свете. Есть третий вариант постановки вопроса, промежуточный между открытыми и закрытыми вопросами. Это некий компромисс, который, впрочем, устанавливает границы для ответа. В таких вопросах используется союз «или». Позитивная цель такого вопроса – конечно, получить содержательный ответ. Предполагается, что спрашивающий изначально знает альтернативы ответов. Пример. Вы учились на филологическом или юридическом факультете? Негативная цель таких вопросов опять-таки кроется в попытке поймать собеседника на слове или выставить его в негативном свете. Вы считаете, что здесь нет ошибки или вы просто ее не заметили? Вторая группа вопросов – прямые и косвенные. Прямые вопросы позитивного характера дают зеленый свет открытой коммуникации, в которой раскрытие фактов и достоверной информации стоят на первом месте. Прямые вопросы ориентированы на личные особенности оппонента и основную тему разговора. Собеседник, однако, на подобный вопрос может ответить прямо, а может и уклончиво. Пример. Какова цель вашего визита в наш филиал? Негативные прямые вопросы нацелены на темы, способные задеть собеседника, оказать на него давление. Пример. На выборах вы голосовали за националистическую партию? Косвенные вопросы априори имеют негативную окраску. В ход идут провокации, намеки, изначально ложные аргументы. Пример. Вы смеете нас убеждать в том, что вас совсем не интересует? Косвенные вопросы могут быть и в утвердительной форме. Провокационные высказывания обычно содержат в себе вопрос. Рассмотрим еще типы вопросов, которые используют черные ритеры. Наводящие вопросы Особенность таких вопросов в эмоциональном воздействии Позитивная цель Обсудить ответы несколько раз, усилить значение Негативная Искусственно, специально направить течение разговора с помощью обобщений, преувеличений, изначально ложных фактов Такой вопрос в любом случае требует ответа от собеседника Даже если общий ход беседы ясен для всех Задающий вопрос требует согласия от адресата Даже если тот изначально не согласен с высказанной точкой зрения Пример позитивного наводящего вопроса Значит, мы оба согласны с тем, что график отпусков нас не устраивает? Негативный Разве вы хотите сказать большинству сотрудников, что против? Риторические вопросы Такие вопросы легко узнаваемы Это применение риторики в чистом виде Они часто звучат утрированно и не требуют конкретного ответа Позитивная цель Подчеркнуть ответ Негативная Уколоть собеседника в его высказывании Сделать замечание Пример Как можно быть таким наивным? Изначально было ясно, что дело провальное Вопросы уловки К ним относятся скрытые расспросы о каких-либо обстоятельствах, сведениях Опытный собеседник изначально расставляет сети уловок Используя имеющуюся у него на руках информацию Пример Вот вы как думаете, это излишнее хвостовство ездить с личным шофером? Это уже слишком, не правда ли? При этом тот, кто задает вопрос, знает, что его собеседник приехал на встречу с шофером Мотивирующие вопросы В таких вопросах кроется стимул или даже комплимент собеседнику, который может его подстегнуть к дискуссии Позитивная цель мотивирующего вопроса – увлечь собеседника в обсуждение темы, распределить роли между адресатами Пример Вы как первоклассный врач, что скажете по поводу этих новостей об эпидемии гриппа? У мотивирующих вопросов может быть и негативная цель Так, подобные вопросы могут спровоцировать собеседника, выставить его объектом на смешек, привести к перераспределению ролей в беседе Пример Мы помним, как в прошлый раз вы облажались на этом проекте, чем удивитесь сейчас? Вопросы провокации, шокирующие вопросы Такие вопросы, казалось бы, преследуют только негативные цели, но это не так Позитивность их в том, что они могут оживить дискуссию, снять напряжение ноткой юмора или прекратить затянувшийся и уже неконструктивный диалог Пример Разве это не глупо, что мы уже целый час топчемся на одном месте? Негативные, шокирующие вопросы звучат грубо, выглядят со стороны, как нападки на собеседника Пример Вы кричите на каждом шагу, что компания набирает обороты, однако, насколько нам известно, в ваших планах продать бизнес Или Компьютерный гений? Да вы даже сканером не умеете пользоваться Встречные вопросы С помощью встречных вопросов участник разговора может уточнить заданный ему вопрос Это касается позитивного использования вопроса на вопрос Негативный встречный вопрос нужно использовать аккуратно, потому что, по сути, он является непродуктивным, глупым Такой вопрос порой усугубляет ход беседы, запутывает и увеличивает напряженность Однако, если перед вами стоит задача вывести собеседника из себя, можете попробовать встречные вопросы Пример Вы меня за кого принимаете? Или Что вы сказали? Серьезно? Утрированные вопросы Такие вопросы, как карикатуры, преувеличивают, утрируют реальность и в основном вызывают смех Позитивное использование Вы говорите, мы можем учиться на собственном опыте? Где б его взять? Негативное Вы говорите, мы можем учиться на собственном опыте? Мы только и делаем, что говорим, да можем То есть такие вопросы носят ироничный, а иногда и саркастичный характер высказывания Призыв против просьбы Призыв является более эффективным средством коммуникации, чем вопрос И уж тем более действует на собеседника сильнее, чем просьба Все дело в том, что призыв изначально дает право доминирования говорящему Так как в этом случае обращение прямое, четкое и нацеленное на результат Пример А что вы думаете по этому поводу? И Мы внимательно слушаем ваше мнение Призыв является прямым требованием адресату ответить или непосредственно действовать Разговор не всегда происходит ради разговора Целью общения может быть мотивация на поступки или на нужное говорящему поведение от собеседника Наиболее распространено использование призыва, конечно же, в профессиональной среде В сферах продаж, рекламы, политики В деловом общении мы зачастую стараемся уходить от конфликта И для того, чтобы получить в ответ действия или слова Используем мягкую форму просьбы, прикрывая наши истинные цели красивыми фразами Вежливостью, которая нередко окрашена фальшью В свою очередь четкий призыв однозначен Он не таит в себе неясностей и витиеватых конструкций Как правило, призыв ставит выбор между черным и белым, да и нет Опираясь на основное правило черной риторики Любая политическая кампания построена на призывах И подкреплена лозунгами победителя Как и в политике, где призыв ориентирован на попытки завоевать внимание и признание Так и в любом отдельном выступлении Призыв будет адресован ценностному восприятию публики Рассмотрим примеры Александр, не могли бы вы распечатать план брифинга? Такой вопрос дает варианты действия Александру Он либо согласится на выполнение просьбы, либо нет Сравните Александр, вы распечатаете план брифинга? Такая формулировка будет гораздо результативнее Однако вариативность так и не исчезла И третий способ Александр, распечатайте, пожалуйста, план брифинга Здесь нет вопроса и просьбы Здесь есть конкретное побуждение к действию Звучит ли это несколько невежливо? Выберите правильный тон высказывания Многое зависит от того, в какой манере будет сказан этот призыв Но поверьте, большинство людей, услышав его, попадаются в ловушку и реагируют Выполняют заданное действие Попробуйте поменять просьбы на призывы Сначала вы столкнетесь со своим внутренним барьером Да, с детства мы привыкли к другим формам коммуникации Мы все воспитаны так, что человека необходимо прежде спросить Вдруг он не согласится Но если вы сможете ввести в свою речь только призывы и правильно поставленные вопросы В скором времени вы заметите, как стиль общения станет более непосредственным и прямым Однако не забывайте, что во всем должна быть мера Манипулирование поведением людей в первую очередь должно быть незаметным и тонким Правильное использование приемов черной риторики требует тренировки и опыта Глава 4. Искусство спора Спор — это напряженное эмоциональное общение Необходимо прежде всего сохранять внутренние равновесия, спокойствие Истина в том, что искусство спора начинается не с умения сказать, а с умения услышать То напряжение, волнение, которые появляются во время острой дискуссии Могут лишить вас возможности рассуждать продуктивно В этой главе мы попробуем разобрать основы ведения спора, тонкости и психологические уловки Которые помогут вам не растеряться в сложных ситуациях Основы и правила спора Скелет любого спора — это доказательство и опровержение Доказательству подлежит основная мысль, тезис, который в свою очередь Должен быть четко сформулирован и не может быть изменен в ходе ведения спора Доказательство ведется посредством предоставления доводов или аргументов Классическая риторика и диалектика разделяют доводы на слабые и сильные При этом считается, что аргументация должна строиться на исключительно истинных тезисах Черная риторика смотрит на эти вопросы шире и допускает не только уловки, отступление от задачи спора, но и лживые доводы Прежде чем мы углубимся в рассмотрение конкретных уловок психологического и логического характеров Остановимся на основных правилах и условиях спора Первое. Убедитесь в предмете спора Определитесь со своей позицией Как правило, у участников спора есть исходные позиции, начальное взаимопонимание и единая цель Стремление найти верное решение, достичь истины Второе. Будьте уверенными в своей эрудиции, компетентности для ведения спора Полемист должен разбираться в том, о чем он говорит, чтобы не упускать главных позиций Третье. Старайтесь понять взгляды оппонента, разберитесь в его убеждениях Это необходимо для эффективности дискуссии Никто не станет слушать вас, если вы не будете прислушиваться к словам других Четвертое. Старайтесь не терять самообладание Пятое. Следите за поведением соперника Запоминайте и оценивайте его действия по ходу разговора Если помимо оппонента в споре присутствуют сторонние наблюдатели Необходимо оценивать и эту аудиторию Шестое. Подбирайте аргументы и доводы Для укрепления собственных позиций и опровержения слов собеседника Учитывайте, что ваши уловки должны действовать не только на изменение хода диспута Но и на эмоции оппонента и аудитории Виды спора Не каждый спор затевается из-за того, что кто-то хочет доказать истинность своей мысли Тезиса Задача спора зачастую связана с тем, что собеседник хочет всего лишь показать, что мысль оппонента не доказана Но при этом не собирается ее опровергать Кроме спора из-за тезиса и спора из-за доказательства Различают спор сосредоточенный и размытый В сосредоточенном споре оппоненты крутятся около одного тезиса Один его защищает, другой опровергает Размытый спор начинается со спаривания одного довода И, как правило, заканчивается риторическим вопросом А с чего этот спор начался? То есть, цепляясь то к одному, то к другому доводу Оппоненты уходят от первоначальной темы дискуссии, порождая новые причины для спора Также различают простой и сложный споры Простой — это когда в споре участвуют два оппонента Сложный — более двух И тот, и другой могут проходить при слушателях и без слушателей Наличие аудитории психологически очень действует на спорящих Страх проиграть в споре усиливается, как и жажда одержать победу Спор очень часто выступает как разъяснение мысли Это тот случай, когда мы защищаем свои слова, чтобы понять силу наших высказываний И происходит это благодаря нападкам оппонента Такой вид спора встречается, однако, редко Это форма интеллектуального спора высшего порядка, близкая к классической диалектике Самый, пожалуй, распространенный вид — это спор, нацеленный на убеждение в своей правоте противника При этом спорящий может быть действительно сам глубоко убежден в том, что говорит А может вести спор, преследуя посторонние цели, а вовсе не потому, что считает свои мысли истинными Еще один спор, который далек от высших споров — спор ради победы Как правило, такие споры ведутся перед аудиторией людей Доводы в такой полемике льются как из рога изобилия, но при этом дискуссия малоконструктивна Многообразие уловок в споре Стоит ли ждать эффекта от уловок, если оппонент осведомлен и вооружен? Введение подобной полемической войны, как мы уже говорили ранее, — настоящее театральное действие Каждая сторона понимает, что если она обманывает, то, скорее всего, обманывают и ее В споре нарушителя правил создает сама жертва примененной уловки Грубо говоря, уловка — это способ облегчить спор для себя или усложнить для оппонента Уловки не только позволительны, но даже необходимы Самая распространенная и разрешенная уловка — отсрочка возражения Бывает, что после реплики собеседника в голову не приходят аргументы Нужно суметь тонко и незаметно для оппонента решить эту пустоту в своей голове, откладывая возражение В этом случае начать ответ крайне необходимо издалека, привлекая все силы воображения и эрудиции, но все же начать Еще один способ — задавать наводящие вопросы, будто для уточнения информации Главное — не выдать своего состояния, не ослаблять громкость речи, не начать бегать глазами Взгляд должен быть уверенным, голос — твердым Безусловно, общеприняты те уловки, которые отвечают на уловки оппонента Например, противник упрямо отрицает все доводы, вошел в раж и на любой аргумент готов говорить это неверно Вы, в свою очередь, выстраиваете ловушку из аргументов Вначале, как бы отступая от спора, задаете не касающийся спора вопрос, чтобы немного унять упорство оппонента А затем используйте его согласие в свою пользу Так вы поймаете его на использовании уловки, признавать все аргументы недоказательными Однако это довольно сложно для начинающего полемика С другой стороны, существуют уловки грубые, неприемлемые Таких уловок следует скорее избегать, однако обстоятельства бывают разные И если так случилось, то как вести спор с человеком, который использует такие же уловки? Такие уловки обычно технического характера Если противник использует личные оскорбления, ведет себя достаточно неадекватно, то лучшим решением будет прекратить такой спор Но очень часто добровольный выход из спора связан со слабостью аргументов Когда спорщик пытается остановить дискуссию из-за отсутствия компетенции, каких-либо знаний и доводов Самая популярная техническая уловка, к которой прибегают в таком случае – срыв спора Срывающий спор оппонент просто не дает говорить собеседнику Перебивает его, перекрикивает, подает невербальные сигналы Затыкает уши, активно жестикулирует Плюс ко всему такой соперник, не дав вам и слова сказать, может заявить «С вами спорить бесполезно, у вас нет ни одного довода» В данном случае большую роль могут сыграть присутствующие во время спора Высказав свое одобрение или несогласие Еще одна известная всем уловка – призыв к сильному Знакомая всем картина из детства, когда спорят два ребенка И в итоге один из них, понимая, что все складывается не в его пользу, зовет брата, маму, папу И спор прекращается очень быстро Здесь то же самое Однако если такие уловки использует взрослый человек, то он рискует прослыть крайне невежественным Хуже такой уловки может быть только угроза или шантаж Куда более интересными являются психологические уловки, которые могут вывести оппонента из равновесия Для этого пускаются в ход обвинения, ироничные и саркастичные высказывания, насмешки Черные ритеры всегда тонко чувствуют тот градус кипения оппонента, до которого допустимо накалять обстановку Если противник-собеседник доверчивый, не быстрый в полемике, то можно просто не давать ему опомниться Говорить быстро, сменять доводы один за другим, делать быстрый вывод и победа уже в руках Большое количество уловок направлено на отвлечение внимания оппонента от мысли, которую не хотелось бы подвергать критике Такой прием можно назвать ложный след Перед мыслью, которую хочет сказать спорщик, но боится, что она будет разбита в пух и прах Нужно выдвинуть оппоненту другую мысль, которая максимально завладеет его вниманием Она должна казаться противнику явно ошибочной Так предполагается, что оппонент попадется на крючок и набросится на сомнительный аргумент После которого немного расслабится, ослабит внимание Очень часто спорщики используют уже знакомые нам ложные доводы, играя на слабых сторонах противников Если, например, спорщику известно, что оппонент не силен в науке, то он может приводить недоказуемые доводы Учеными установлено, что... или... это давно всем известно, что... Также можно немного подсластить аргумент Вы, как человек образованный, наверняка знаете, что... Главное, чтобы противник не воспринял ваши комплименты как неприкрытую лесть Еще одна простая уловка — сила внушения Она означает умение говорить спокойно, без суеты, медленно, самоуверенно Тот, кто своей манерой, тембром голоса подкрепляет доводы, имеет большее преимущество в споре Спорщики очень часто используют намеренные ошибки в доказательствах или софизмы, которых бесчисленное множество Рассмотрим самые эффективные из них Подмена тезиса спора Спорщик пытается перенести внимание на противоречие между речью и поступками соперника Обращая все внимание на характер высказываний, переносит их в плоскость оценки пользы и вреда Или же обвиняет оппонента в поиске личной выгоды Обычно такая уловка срабатывает, когда спор идет в присутствии сторонних наблюдателей Оппонент вынужден оправдываться, не защищая собственно тезис, а парируя оценочными суждениями Изменение довода Например, спорщик говорит «все люди лжецы» Но противник возражает достаточно убедительно, тогда спорщик начинает менять свой тезис Я сказал, что люди лжецы, большинство из них Очень часто в таком случае используются синонимы, происходит смягчение довода Сравните, фанатик, но ревностный верующий Спорщик всегда будет пытаться сузить свой тезис, а доводы противника расширить Например, может громко возмущаться в сторону соперника, выступающего в защиту эвтаназии Игнорируя его слова в некоторых обстоятельствах, в крайних случаях Ложный или произвольный довод В той ситуации, когда у спорщика нет достоверных аргументов, ему не на что опереться Тогда он берет в оборот заведомо неверную мысль, ложный факт, цитату, неизвестную для оппонента и слушателей И превращает ее в истинную Здесь необходимо подключать авторитет, силу внушения, пользуясь доверчивостью публики Однако, если такой довод совершенно нелепый, это не значит, что спорщик с позором проиграл спор Наоборот, ложный довод может озадачить своей неожиданностью Оппонент не сразу найдет слова для ответа Критика У любой идеи есть недостатки Главное, найти слабое место в словах оппонента Это может быть и несущественный аргумент, даже и неспорная мысль Спорщик, найдя такое уязвимое место, обрушивает на него свою силу, критикуя соперника не за сказанное, а за несказанное Все бы хорошо, но вот что вы забыли отметить При этом вниманию подвергаются незначительные стороны спора, а сильные стороны соперника максимально игнорируются Спорщик подвергает сомнению, сказанное оппонентом, указывая на недостаточно четкие выводы, переключая внимание на сторонние аспекты Так оппонент отвлекается на ненужные доказательства своих слов, эмоционально взвинчивается Двойные стандарты Один довод может быть полезным, выгодным в одном споре, а в другом споре нет Черный ритор не боится признать этого, если его поймали на слове, и отвечает Да, вчера я говорил иначе, и это было верно в тех обстоятельствах, а в этих нет Очень удобная позиция, если вы не хотите признать своих ошибок Произвольные доводы Если обратиться к речам ораторов, текстам газет, можно обнаружить произвольные доводы Недоказанные утверждения или отрицания, но на которые многие привычно опираются Это использование магии слов, злостных прозвищ, таких как провокатор, революционер, которые действуют на публику устрашающе Или, например, уловка красивых названий Уголовник, но экспроприатор Произвол, но свобода К произвольным доводам также можно отнести выкрики, которые недоказуемы Наподобие «это чепуха», «не верю», «это ерунда» После таких категоричных недоказуемых доводов тяжело продолжать спор Такой софизм достаточно грубый и по меркам черной риторики Непоследовательные доказательства Это неверный ход рассуждения спорщика с целью запутать противника Однако после таких софизмов спорщик может услышать За вашим аргументом еще ничего не следует Самое популярное использование софизма непоследовательности – ложное обобщение Например, человек приводит в пример людей одной профессии Находит что-то общее среди этих людей И приписывает всем специалистам этой профессии один признак Хорошие и честные или… да все они там такие Женские штучки Этот софизм можно назвать именно так Потому что речь идет об использовании намеренного искажения формальной логики Таков уж стереотип, что к подобной уловке часто прибегают женщины Хороша эта уловка в совокупности с психологическим давлением на оппонента Пример Вам нравится стоять в очереди? Нет Ясно Вы из тех, кто нагло лезет без очереди По сути, это парадокс, нацеленный на то, чтобы загнать оппонента в ловушку Мы уже отмечали, что для успешного итога спора Участники полемики должны изначально иметь возможность опираться на общее исходное положение Если точек соприкосновения нет ни в чем Такой спор будет размытым или же перейдет в публичные оскорбления Если собеседники мало знакомы Процент непонимания и неверной оценки суждений противника возрастает Стоит ли спорить о загробном мире атеисту и верующему? Конечно нет Так что самым важным в споре является первоначальное знакомство Ориентация на образ жизни собеседника, его ценности Послесловие Черная риторика – это поле коммуникативных возможностей Рассмотреть которые в одной книге просто невозможно Мы постарались дать вам самые главные знания и самые эффективные стратегии и техники ведения разговоров и публичных выступлений Как талантливые музыканты, используя только семь нот, создают свои шедевры Так и настоящие мастера слова, опираясь на главные правила языка и законы риторики Развивают свою речь до настоящих произведений искусства Согласитесь, ведь все приемы и методы общения по сути нейтральны Искусство говорить – это в первую очередь знание Но знания, подкрепленные практикой и приправленные магией черной риторики Черная риторика неисчерпаема и не признает границ Желание не упустить из рук поставленную цель – вот главная сила, движущая умелыми мастерами слова Научитесь нарушать правила Не бойтесь использовать собственные чувства и эмоции собеседников Используйте силу убеждения и внушения Тренируйте в себе умение вести диалог И вы непременно добьетесь поставленных целей Дорогой слушатель, надеюсь, вам понравилась книга Напишите в комментариях, какие еще книги вы хотели бы услышать Поделитесь с друзьями и родными И, конечно же, подпишитесь на наш канал, если еще не сделали этого Чтобы не пропустить новинки Желаем вам всего наилучшего И надеемся, что наши книги изменят вашу жизнь в лучшую сторону Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!